Качать воду за 106 километров, когда раньше было у нас орошаемых, по колхозам, оно было незаметно. А сегодня как стоит только пересечь, перейти на Калмутскую территорию, а у нас там никаких орошаемых ничего не осталось. Поэтому у нас по метру воды, он получается золотой. Поэтому от этого аэрокоспийского канала пора уходить, пора делать автономный водозабор. В первую очередь, наверное, надо было ему предлагать это делать, а сангаджев жанрами было. По моей версии я о главе писал, что почему вода у нас находится ДТТ, пестициды, хлоробензол. Потому что четыре года назад у нас появились арахисовые поля в Лиманском районе. до этого первые два года они нанимали людей с Бударина, с Бурванова, с Жалыкова, они пололи траву. А два года назад они сказали, вы нам не нужны, мы нашли такой препарат, который мы опрыскиваем и трава уничтожается, а арахис ничего не качает. Еще мы ездили на эти поля, смотрели, вот к Максиму мы ездили. Поля находятся 5-10 метров от этих полей. Первый запах пошел, когда пошел дождь первый. И дать она смыла с поля вот эти писцы, попала в канал. По идее, по химии, хлоробензол естественно в среде он не может соединиться. Только на химкомбинатах может соединиться. Это все было до этого в Амурской области. Тагануроги точно так же пах дождь. Когда пришли на Амур, китайцы начали поля сажать, тоже у них появился дождь. Тагануроги корейцы начали сажать, когда тоже появился дождь. Это все дело в удобрениях, которые сыпли. Потому что у нас земля, на ней ничего не вырастет без удобрения. Когда приезжали, да это китайцы, они брали пробы, они сказали, на вашей земле без удобрения ничего не вырастет. И вот они, никто не проверяет, каких они количества кто сыпет, чего они доливают, какие новые там у них препараты. Вот появился дождь. А вот как только появился шум, вот когда в интернете, они сразу приехали в Будалино, хозяева этих полей, и начали людей искать на прополгу. И после этого пропал немножко дождь. Я думаю, если считать логически, все это вот и в этой цепи, вот это и причина, по идее. Все связано. Да, все связано, если как брать. Это еще требуется заказать. Надо доказать, но надо проверять, надо взять грунт, они в земле взять грунт, взять воду, взять выше воду. Там проблем таких нет, здесь воду взять, в аппаратах, поехать в Харбате взять воду. Еще там будет ясно, на каком пути это заражение происходит, правильно же? Кстати, я вам скажу квот на добычу рыбы. У нас здесь просто, я вот в этом году столкнулся с тем, что многие люди, кто хочет пойти в море, они не могут взять себе билет. Потому что многие предприниматели взяли квоты, они продали свои, ну дагестанцам продали, продали вот эти квоты, которые целый совхоз, примерно там, ну, остались без квотов. Ходили в Белодом, Шум, Гамбл, совхоз Красный, Красный Моряк, одна из самых больших квотов была, Каспийцев, все, нет квотов. Люди хотят идти в море, а у них нечего. А то, что есть, например, у богатого, у них маленькие, начинают делить на всех людей, кто хочет пойти в море. Выходит, каждому надо по 150 килограмм сазана поймать, там, ну, тонну, может, кажется, наперки. И все. А в основном люди зарабатывают на сазане, у нас на крупном тестике. Вот мы, к примеру, пошли в море, отработали, за день они поймали 150 килограмм, и на целый год у них нет квоты. Их любой пограничник поймает, и вот 20 тысяч трав, он, который даже 150 килограмм этой рыбы вам продаст, он эти 20 тысяч никак не заработает. И все приходится им, ну, как, тащить из дыры на себе эту рыбу. Их ловят погранцы, все равно опять хлопают. Нельзя ли как-то сделать, что дополнительные квоты как-то отсюда протянуть, если бы люди лишить тех людей, кто в этом регионе не собирается работать, своим рабочим людям давать квоты, чтобы люди зарабатывали эти деньги? А кто не взяли, продали, спокойно съедят люди. Правильно, ничего, они капки-бабы-бабы-капные съедят на 5 лет, на 10 лет. А простые люди, кто хочет взять квоту, им не дается, это все дается через Москву. Там надо ждать, короче, целое дело. Есть какие-то, ну, надо как-то вывезти. Надо делать. Да, чтобы делать, дополнить какие-то квоты хотя бы дали. Люди, многие желающие, многие просто бросают рыбаки, все продают. Уезжают в Москву в охрану, строителям. Здесь люди не остаются порвать мужского населения. Это хорошо, если у вас пиявки есть просто. Бог не забывает лагать на пиявки. Люди ловят, уже добрались они до Ростовской области. Некоторые ворони сейчас в Течню уехали пиявки ловить. Все на машинах живут, как бомжи, там, с своей газовой плитой. Кизляри они поехали искать. Эту, Дубова, Врат, Волгоград. Ахтубинск, да, я знаю, пацаны. Уже все, нет пиявки. Едут ловят там. Скоро здесь вообще людей не будет. Дайте квоты, пускай повелитесь. Люди будут ловить рыбу. Хотя бы немножко сегодня на местном уровне продавать. Деньги здесь тоже будут жить. Как-то надо жить. Мы гордимся, что у нас рыбацкий край. У нас Калмыфья, Лагань. Мы всегда гордились, что рыба у нас. В данный момент даже в сознании нигде не купишься. Я так разобрался. Ничего из частей качалов. Я вчера искал, нету рыбы нигде. Но рыбу с Дагестанами, впрочем. Да, из Дагестана. Он с питомника, садками проводит продажи. Это наш край. Просто дополнительные квоты какие-то выделили бы. Что-то сделали бы, чтобы простым людям дали бы работу. Это выходит работа. А погранцов сейчас штрафы бешеные. Рыбоохрана сейчас в этом году придет. Охранная прокуратура будет здесь у нас. Дышать не дадут. Депутаты. Просто я говорю, какие-то вопросы поставить, какие дополнительные квоты выделить на Лагань. На 300 тонн, на 400 тонн это немного. На 2-3 тысячи тонн хотя бы людям раздавали. От рыбоохраны. От Белого дома хотя бы. Пришли. Надо кого-то. Я хочу свою семью кормить. Правильно? Вот тебе 500 килограмм рыбы. Нагутого там. Того частяка. Этого частяка. Ну лови. Дома живи. Воспитывай своих детей. Правильно? Пока ты уехал там. Дети беспризорники. Никто не хочет по идее уезжать. Все хотят быть дома. А вынуждает. Нужда просто людей ехать. Все дети. У каждой семьи вот так. Все оттуда приезжают. Там больные здесь ходят. Еле как согнутые. Здоровье теряют. А что делать? Остальное то что заработали. Они тратят. Потом на лекарства. Держатель кот. Это как магнаты. Взяли большую коту. И потихонечку там между своими друзьями. Там за деньги. За все прочее. Меньше только в Лагане. А больше где-то в Дагестане. Кабардея. Только не в Лагане. И наши работники практически бездействуют. Менда Цугар. Меня зовут Чучеев Иван. И мне не безразлично. Будущее моего народа. Я призываю всех воспользоваться своим правом и принять участие в выборах Государственной Думы РФ. Я считаю это обязанностью честного и ответственного гражданина республики. Плохая власть выбирается гражданами, которые не голосуют. Если вы довольны текущей ситуацией, можете не ходить на выборы. Ваш голос уйдет куда надо. Но мало просто выбрать. Надо сделать так, чтобы это было честно и справедливо. А без нашего участия этого не произойдет. Я и другие активисты иду на выборы в качестве наблюдателя. И призываю всех, кто солидарен с нами, присоединиться. Пишите в личку и в аккаунт «Твой выбор». Честный выбор – это твой выбор. Честный выбор. Продолжение следует...